привет всем спасибо что вы с нами на нашем канале начало своего разделил мир шоу-бизнеса на три лагеря предателей которые поспешили покинуть россию считая ее тонущим кораблем патриотов которые остались со своей страной и тех кто решил отмолчаться юмористка елена воробей по примеру многих своих коллег в феврале 2022 года опубликовала в своих соцсетях пост котором просила остановиться примечательно что как и многие ее коллеги до этого в течение 8 лет она игнорировала происходящее в донбассе кстати в 2017 году воробей был официально запрещен въезд на украину из-за этого даже сорвался в запланированный спектакль артистки в киеве несмотря на это юмористка активно поддерживала избрание коллеги зеленского на пост президента незалежной отметив здорово что приходит молодая власть при этом приезд своих коллег по актерскому цеху ивана охлобыстина и михаила пореченкова на донбасс линусик тогда же осудила с моей точки зрения это странно это же не тир это серьезно там люди жизни теряют тогда же на артистку обрушился праведный гнев жителей россии на комментарии своих подписчиков линусика отвечать не стала и за собиралась по примеру многих коллег в израиль тогда она рассказала что в москве находится в жутком стрессе ведь из города и страны начали уезжать знаковые умные культурные люди а в израиле она встретила своих пугачёву галкина урганта макаревича и смело начала на израильском радио раздавать интервью однако через некоторое время артистка поспешила заявить что за границу она уехала не навсегда только на кастроли по ее словам живет она только в россии никуда иммигрировать не планирует после начала с в о воробей на какое-то время пропала с экрана в телевидении но потом неожиданно появилась в шоу аватар к слову многие зрители тогда искренне не могли понять почему на телевидении допускают неопределившихся звездунов кстати когда воробей свалила в израиль и раздавала там интервью то вот сейчас на свои же слова воробей пришлось делать опровержение пранкер сорян просто разнес неопределившуюся клоунессу ох ее какой скандал ленки лебенбаум то есть воробей пришлось делать опровержение и признаться что сидя год полтора назад на радио в израиле она пошутила оказывается про ханукальные встречи на которых хочет видеть пугачёву и на агента галкина урганта и моргенштерна тоже кстати и на агента посмотрите с каким лицом женщина шутит прям обхохочешься лебенбаум видимо взяли за одно место так как ее снимают сейчас не пойми зачем все федеральные каналы и заставили поменять повестку раньше женщина забрасывала комплиментами и на агента моргена а сейчас закидала помидорами закадычного друга но а как ты хотела ли шерка деньги не пахнут в этом вся лебенбаум зачем после шутки звоните на агенту галкину и его пожилой супруги зная что они враги народа и признаваться им якобы шутки и чтобы они тоже посмеялись лена ты обосралась по самое не хочу без родины без флага это прям про тебя жду сутки чтобы ты записала видеообращение для наших солдат и наконец-то назвала и свое своими словами о неизвестным событиям отсчет пошел возмущенно высказался сорян россияне тоже гневно высказываются она себя к талантам мирового масштаба приписывает что ли мадам невнятной внешности и сомнительного таланта как и 90 процентов у бегантов и предателей беспросветных ленка шутки то кончились отвечать надо время пришло и говорить в своем морщинистом возрасте надо уметь а ты двух слов связать не можешь юмористка хренова мерзкая тетка такие как она в открытую никогда свою позицию не выскажет а будут гадить из-под тишка достаточно вспомнить кто ее протолкнул на сцену вся ее карьера только благодаря пугачевой и это прости господи и сейчас сидит в новой программе на россии один в жюри высказываются россияне